Ты уже снимаешь, что ли? Погоди секунду, сейчас. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Саша, я являюсь менеджером КСГ состава Vegas Quatron. И мы направляемся на Вайлдкар Топи Центра для того, чтобы сыграть свой матч против американцев из Ликвид. Пока мы находимся в пути, я отвечу на несколько вопросов, которые, я думаю, наверняка интересуют всех болельщиков. Артем, наш коллектив влился достаточно хорошо. Подготовка идет полным ходом, ребята попросту времени не теряют, и Артем, собственно, за этим и следит. Он очень четко к этому подходит, у него есть план, и он его придерживается. Да, Артем частично взял мои обязанности на себя. То есть он с ребятами теперь большую часть времени проводит, потому что он на каждой тренировке присутствует. Да, я все так же настраиваю команду морально, но в этом теперь мне еще помогает Артем. Поэтому, как бы, одна голова хорошо, а две лучше в этом плане. Я считаю, что нет смысла выделять чью-то конкретную заслугу в победе над Нави и в целом в проходе на вайлдкартный эпицентр. Я считаю, что самое важное это то, что каждый из членов команды поработал на славу. И даже если у нас кто-то выключался из борьбы в какой-то момент, остальные это все подхватывали и, грубо говоря, замещали своего товарища. И Артем в этом плане действует как связующий механизм, который помогает ребятам все время быть в фокусе и настраивать их на позитивный лад. На самом деле тут важно понимать, что каждому игроку в команде отойдена своя роль, которой он занимается. И в этом плане кто-то может в отдельно взятой игре бить 30 спокойно, а при этом там его товарищ будет сидеть на пятой позиции в табе, но он будет выполнять огромный объем работы, который будет не виден тем же комментаторам, аналитикам или просто обычным зрителям, которые смотрят только на статистику. Но в плане готовности по стрельбе я считаю, что у нас каждый... Это нормально? Касательно готовности по стрельбе я считаю, что у нас с этим проблем никаких нет, и каждый парень готов грызаться и рвать врагам глотки. Самая неприятная часть работы менеджером, пожалуй, давать интервью, как вот это вот. Но если говорить серьезно, то на самом деле я могу только позитивные одни моменты выделить, потому что я занимаюсь буквально всем тем, что я люблю делать в повседневной жизни. То есть общаться с большим количеством людей, открывать для себя что-то новое, применять навыки, которым я обучался в университете, и исследовать новые уголки планеты. Касательно большой загруженности, да, у нас был очень тяжелый месяц, потому что мы собрались с Амбуткем в середине сентября. В конце сентября мы съездили в Китай, где успешно заняли первое место. Ну что нам, в принципе, дало заряд бодрости и энергии на все оставшиеся две недели, которые мы находились в Москве перед отъездом в Германию. И количество, большое количество официальных игр оно дало о себе знать, безусловно, потому что вклинить между всем этим тренировки было практически невозможно. У нас каждый день по приезду из Китая после одного выходного, который мы отсыпались, были официальные игры. То есть минимум одна в день, минимум одно басло в три, и тренироваться в таком графике было очень сложно. Как и на большинстве последних крупных чемпионатов, на этом турнире также не будет фаворитов. То есть, в принципе, любой из десяти участников этого чемпионата может выстрелить и выиграть на этом турнире. В этом нет ничего необычного. Это просто то, как на самом деле сейчас на Sandy Love стоит. То есть каждый в определенный удобный для себя день может выстрелить и обыграть команду, которая на бумаге вроде кажется сильнее. Будь я на месте Liquid, я бы стал под нас готовиться, конечно же. Во-первых, потому что это очень серьезный турнир. Я бы его даже отнес к уровню мейджора, наверное. Крупный призовой фонд, отличный состав участников. Так сложилось, что сейчас из десяти команд, которые будут участвовать в этом турнире, восемь команд входят в десятку лучших по рейтингу HLTV.org. И у Liquid просто нет права на ошибку. Они должны побеждать в этом бастов-трейсе и хотят продолжить дальше участвовать в этом турнире. Но мы к этому готовы, и ничего, в принципе, менять в своей игре не собираемся. То есть, возможно, в каких-то моментах мы постараемся под них подстроиться, но в целом будем демонстрировать то, что готовили и то, что умеем. И поражение на Рогмастерство от Маус Спортс в полуфинале нас с полуфинале не выбило. Скорее, наоборот, оно помогло нам в том плане, что мы знаем, что у нас есть ошибки, и нам нужно над ними работать. Касательно прострела рандомного от Оскара через церковь в одном из последних раундов, в одном из важнейших раундов в игре, если честно, то в динамике мы даже сначала не обратили внимание о том, что он прострелил. Я из зала это мог увидеть, а ребята даже, как выяснилось в обсуждении после игры, об этом не знали. Что я думаю по поводу нашей лучшей карты и того, что в один день мы можем выиграть у сильной команды, а в другой проиграть на ней? Мы на самом деле уже находимся на подъезде к Питеру. Скоро будем заселяться в отель, готовиться к завтрашней игре, поздравлять нашего капитана с днём рождения. А вас я хочу попросить болеть за нас, поддерживать, и следить за обновлением в наших социальных сетях. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! А, красава! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова